Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Вот такой огромный пакет пустых баночек. Так, поехали. Вот раз прям полное разнообразие, декоративочка даже есть, позаканчивалась. Первое, что покажу, это шампунь Лав. По-моему, вот это у нас с вами 4+, если я не ошибаюсь. Почему-то на упаковке не указывают, а может и нет. Артикул 28-30. Шампунь для всех типов волос. У меня им волосы, кожу головы, точнее мыло Ксюшка, очень нравится. Для нормальных волос в нормальном состоянии он очень хорошо подходит. Смягчает, классный состав, мне очень нравится. Хорошо пенится, хорошо очищает, в то же время не спутывает, не пересушивает. То есть все нормально, к этому шампуню никаких нареканий. Огромный объем, одушка приятная, сладенькая какая-то цветочная, парфюмерная. Все в нем как бы нормально. Хороший такой базовый шампунь по нормальной цене. Ничего сказать плохого не могу. Пенный очиститель для ковров, это вообще моя любовная любовь. Артикул его, такой холодный баллон, 302-52. Для чего использую? Для ковра, собственно говоря, иногда и для дивана, иногда и может быть даже для каких-то тканей. Когда чем-то Крестюшка уделает мне, я чищу, наношу на ковер, распыляю. У меня есть подробные ролики про этот пеночиститель. Не знаю, как на ютубе, на дзене точно есть короткий ролик. Недавно снимала, как мы чистили ковер от пюрешки, которая причем уже присохла и застыла. Потрясающее средство. Всегда есть в доме. Еще один баллон стоит в запасе. Всегда должно быть, если у вас есть ковры, если у вас есть животные, если у вас есть маленькие дети. Мне кажется, это вообще вещь суперская, которая в доме должна быть всегда. Попшикал, все впиталось. Даже если пятно какое-то тяжелое, трудновыводимое, значит еще раз попшикали. Щеточкой чуть-чуть прошлись, вытерли влажной тряпочкой. Все прекрасно, все идеально. Так, омега-3 с глицином БАД детский. Ксюшка допила. Артикул 157. 80. К БАДам отношусь прекрасно. Пропиваем с ней комплексом. Осень-весна. Может быть даже не весна, а с февраля второй раз будем пропивать. Читаю, этого вполне достаточно. Не надо тоже перенасыщать такими вещами организм. Вот, пропили. Все классно, все замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, дальше поехали. Мочалка. Это у нас, по-моему, банановая. Уже она ничем не пахнет. Вот так уже измылились. Здесь шарики. Их, по-моему, 7-8 штук. Вообще не расплелась банановая, кстати. Ну, не знаю, у нас расплеталась только первая. Потом сколько мы не брали, не расплеталась. Здесь вот эта веревочка. Ей же потом, если у вас вдруг мочалка расплелась, можно и завязать. Мы так с первой делали. Все отлично, все прекрасно. Это Ксюшкин вариант тоже. Она ходит в душ сама, моется как бы. С такой мочалкой. Не нужен гель для душа. Все замечательно. К этим мочалкам есть дип-пакеты. То есть можно брать в бассейн и мокрую. Потом ее положить, как бы домой принести, просушить. Все здорово. Еще такая тоже у нее висит в использовании. Но рука к ней не тянется. Последнюю, которую мы брали, ей не нравится аромат. Так, кушон, девочки. Кушон Icyol. Но здесь у меня уже был блок от Baby Face. Сейчас достала новый кушон Icyol в использовании. Обожаю, люблю его просто любовную любовь. Вот сейчас у меня он на лице. Я наношу его последнее время кистью. Кистью фаберликовской, по-моему, для румян. Чуть-чуть, чуть-чуть, прямо на кушончик. Коснусь ею и по лицу. Совершенно невесомый, тонкий слой, который выравнивает даже с такого вообще тончайшего покрытия и даже перекрывает какие-то недостатки. Не встречала я в своей жизни лучше тонального средства. Артикул Кушона 6641, он изумительный цвет. Не скажу, что прямо для белоснежек, но мне девочки как-то в комментариях писали, что белоснежкам тоже очень подходит. Он подстраивается под тон кожи. Сначала кажется, что он слегка рыжит, а потом хоп, он подстраивается. На лице его вообще не видно. То есть отличие шеи никакого. Покрытие тонкое, покрытие в то же время плотное, и оно незаметное. То есть при ближайшем рассмотрении вы не увидите, что у вас на лице есть тональное средство. Вот это вообще уникальная на самом деле вещь. Я его обожаю и даже не хочу никакие тональные кремы ни с какие деньги пробовать, понимаете? Потому что классный. Так, тканевые маски. Погнали. Авокадо. Неплохая тканевая маска. Личико свеженькое, увлажненное. Все здорово. Ай, у меня есть какой-то маски сыворотка течет прям. Где-то недопользовали мы с Ксюшкой сыворотки. Просто их тут тьма. Их. Ее тут тьма. Авокадо 0074. Четыре сыворотки тут хватит на два тела еще. Мы с Ксюшкой прям измазываемся с головы до ног. Потому что ну вообще очень много. Так, энзим Q10 у нас с вами. 0075. Тоже хорошая маска. Вот прям понравилась. Вы знаете, понравилась по ощущениям на коже. Увлажнение, упругое. Что они у нас еще тканевые маски с вами дарят? Да ничего. Чудес они никаких, естественно, не делают. Так, алоэ вот у нас потекла. 0463 тоже хорошая. Ну все как бы то же самое. Ничего как бы выдающегося. И 0073 угольная детокс. Вот она как-то не очень по ощущениям на лице мне понравилась. И маски больше тканевые я покупать не буду. Я как бы, если будут новинки, я, конечно, возьму на затест, чтобы мы с вами потестировали. А так здесь вся проблема в том, что лекала несуразная. Оно, во-первых, размер не очень подходящий. Во-вторых, нет надрезов в нужных местах, чтобы ее плотненько как бы на лицо нанести. И нормально, чтобы она не бугрилась в местах каких-то, да. Еще когда саму маску достаешь и разворачиваешь, на ней есть заломы, по которым она была сложена, да. Эти заломы, они остаются потом на лице. Вот это меня бесит. Мне некоторые девочки писали, что та же песня. То есть вот тут вот где-то они обычно, эти заломы, то есть где маска была свернута, расправляешь ее вроде, разглаживаешь, все стараешься, а нет, все равно они отпечатываются на лице, и получается после маски у вас жеванное лицо. Нет, нет и нет. Нужно Фаберлик однозначно что-то делать с лекалом, пересмотреть материал, почему такие заломы, да. Потому что, ну, вообще, по эффекту маски неплохие, хорошие. Если бы вот не вот эта вот ерунда с лекалом, я бы, конечно, брала. Гель-спрей для полости рта с пребиотиками из серии Фаберлик Эксперт Фарма. Артикул 1679 берем, потому что, потому что действительно классный состав, когда боль в горле им пользуемся, и мы ополаскивателем просто после чистки зубов. И знаете, здесь пребиотик это очень, на самом деле, полезно. Он свежий, мятный, классный, никаких нареканий нет. И еще один тоже стоит в безопасе. Всегда должен быть. Так, ночные прокладки. Артикул. Здесь их 7 штук. Сейчас найдем с вами артикул. 11295. Они классные, они суперские. Они такие огромные, они такие лыжи. И сзади еще есть крылышки. Поэтому защита от практиканий вообще великолепная. Обожаю, обожаю, обожаю. Прям вот вообще. Лучше тоже никогда не пробовала. Я аналогов для себя не нашла. Искать не хочу. Секреты. Востока пропила. Здесь 60 капсул. Мне очень нравится этот БАД. 15710 артикул. Он очень классный. Я почему-то, когда пропиваю этот БАД, у меня практически постоянное чувство бодрости, счастья. Мой организм себя чувствует хорошо, работает хорошо. В общем, в целом мне очень нравится. Поэтому периодически повторяю. Так, кончился мозг для интимной гигиены. Артикул 2068. Что могу сказать? Да, все вроде нормально, все прекрасно. Все отлично. Хорошо очищает. Удобный формат мусса. Предыдущий флакончик у меня сломался под конец дозатора. Он уже не выдавал средства. Этот флакончик нет, не подвел. Все замечательно, все здорово. Состав прекрасный. Поэтому да. Так, дальше у нас с вами. Мыло для кухни, устраняющие запахи. Зеленый чай. Я уже что-то розовенькое переливала. Артикул 302.12. Люблю это мыло за то, что оно действительно устраняет запахи. С ним привыкла в последнее время протирать полочки на холодильнике. Сразу свежесть, сразу никаких запахов еды, ничего в холодильнике нет. Поэтому да, тоже всегда есть в запахе, стоит на кухне. Так, кофе. Кофе растворимый доброе утро. Тоже очень люблю. Сейчас взяла последнюю баночку добрый день. И вы знаете, поняла, что все-таки люблю больше доброе утро. Вот доброе утро мне нравится больше. Оно крепче. Оно реально крепче. Хотя добрый день, там у нас с вами добавление молотого. Но тем не менее, несмотря на это, утро крепче. Поэтому все-таки я свои ощущения теперь полностью поняла. Стала кофеманом. Ну, утром только одну чашечку пью. И вот еще, кстати, вторая банка. Артикул, я вам сказала, девчонки, 160.49. Поэтому прям люблю. Добрый... А, нет, это добрый день, вторая банка, слушайте. Да, вот добрый день. У нас с вами 160.49. А доброе утро 160.48. Вот утро все-таки мне нравится больше без добавления молотого. Крепость прям вообще. В день написано даже легкая бодрость. А длительная бодрость написана на утро. Поэтому на тот день обязательно возьму утро. Так, дальше закончился вот такой вот спрей из линейки Аромия. Мне они очень нравятся. Это у меня Кристюшка любит эти штуки. Со всего, что видит, отрывать. Артикул вам не скажу, девчонки, потому что на флаконе его не пишут. Это баланс. Это баланс, и он очень классный. Я все их люблю, вот которые брала, у них удивительная какая-то классная, класснючая отушка. Чего не могу сказать там про, господи, про масла и про масла в виде капелек и про масла в виде мазюкалок. Вот там, конечно, прям масла-масла, а здесь нет. Здесь отушка очень классная, парфюмерная, с добавлением масел. И она реально такая крутая, богатая, она долго держится в воздухе. Если на текстиль будете расправлять, тоже достаточно долго держится. Классный баланс, супер. Он такой бодрящий, знаете, бодрящий аромат. Так, еще одни прокладки начнем. Бады. Живицу допили. Я начала тоже пить. Ксюшка вот как раз в комплексе осеннем у меня пропивает. Витамины детские с живицей. Артикул 157-28. Мы с ней гораздо меньше болеем. Пьем с садика, наверное, со старшей группы. И вот я заметила, что если курс пропить, то прям хорошо. Прям иммунитету такая сильная помощь, поддержка. Поэтому да. Если заболеваете, можно прям ударной дозой начать лечиться. И уже так сильно не заболеете. Ньютоник тоже Ксюшка допила. Нравится. Нравится. Здесь есть глицин. Как-то больше у ребенка появляется сосредоточенность, что ли. Артикул 157-32. Поэтому да, тоже вот в комплексе пропиваем. Так, гель для душа Бонджорно. Это у нас с вами кофе. Классный, люблю, обожаю, суперский. Он очень похож на гель с кофе от Ифраше 1328. Это прям кофе, кофе слегка слегка сладенький. Но тем не менее, это прям чисто кофейный такой гель для душа. Мне очень нравится на утреннее применение. Вообще шикарно. Кетчуп классический. Артикул. Я вам артикул сказала геля. 1328. 16050. Я уже много раз вам говорила, что мы его безумно любим. Он из помидоров черри. Он без сахара, сахзамом, он сладенький, он вкусненький. Обожаю. Из старых запасов еще салфетки. Представляете, пачку нашла, допользовали. Фаберлик Бови. Наверное, их уже нет в наличии, мне кажется. Может, еще есть. 1798 артикул. Поэтому про них сильно долго разговаривать не буду. Так, средства для мытья посуды 394. Это у нас с вами яблоко. Мне раньше яблоко приходило 0+. Все отлично. Бутылочки с ним мыло и мою, и соски мыло. Раньше яблоко, вот от партии все-таки зависит, а не от аромата. Приходило жидкое. В этот раз вот это пришло густое, прям густющее. Пенится шикарно, отмывает отлично до скрипа. Все супер. 394. Периодически меняю ароматы. А так люблю практически все. Мезоботокс из линейки Эксперт. Артикул 7880. Брала по распродаже по срокам годности. Прекрасный концентрат. Мне очень понравился. Не утяжеляет кожу, то есть после него нет жирности. Допустим, в тазоне еще где-то использовала и на утро, и на вечер. Потому что взяла две штуки. Сейчас использую вторую. Замечательная вещь. Очень хорошо увлажняет. Вижу упругость. Вижу какую-то легкую подтяжечку. Хороший концентрат. Что-то я в каталоге давно не видела. Распродали, может быть, снимается производство. То же самое распродажи по срокам годности. Вот такой вот крем для век из линейки Эксперт. Эту серию давно выводят и никак не выведут. Артикул не скажу, потому что на баночке его тоже нет. Вот такой вот. Я эту серию так и не попробовала из-за обилия всего в Фуберлик. Ну и хорошо. Мне не понравилось. Для меня он очень легкий и водянистый. Эффекта никакого. Поэтому на все лицо и декольте его быстро добила и забыла. Нафиг. Ой, сори. Так, дальше, девчонки. Тушь фёст-класс коричневая. Отправила в пустые баночки. 53-72 достала новую. Хотела попользоваться новинкой, перевыпуском, которая была в обзоре заказа, но нет. Вообще рядом с фёст-класс не стоит. Не отпечатывается в течение дня. Вот в данный момент она у меня на ресничках. Коричневая тушь. Хлоп и ресницами излетает. Два слоя. Фибровая кисточка, мягкая. Благодаря тому, что тушь коричневая, взгляд более естественный, не какой-то там угольный. Всё как бы отлично, всё замечательно. Поэтому никаких к ней нареканий. Не отпечатывается. Позволяет себя наслаивать. Кто любит эффект, вау, на ресницах вам к этой туши. Вообще никаких нареканий. Смывается изумительно любым абсолютно средством без эффекта. Но может быть чёрной с эффектом, а коричневой нет. Поэтому это самый любимый продукт. Я обожаю любовной любви. Всё, мои хорошие, быстро мы с вами голубом по Европам пробежались. Вот такие пустые баночки были в этот раз. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. И ссылка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Сейчас хороший подарочек для новичков. Теперь пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok